Доброе утро, моя хорошая. Скажи привет, красотка. Да, это ты сказала, да? Привет, красотка, на своем языке. Посмотрите, что у нас лежит в кроватке. Я вам попозже расскажу, зачем нам фен в кроватке детской. Доброе утро, моя хорошая. Всем доброе утро, мы вышли на прогулочку. Одно с Денисом и позавтракаем в парке. Я без вас накрасилась, надеюсь, вы не обидитесь. Но у меня на самом деле в макияже все то же самое. Ты сейчас мой повседневный макияж, красные тени. Признавайтесь, если скучились, да, по моим блогам. Их не было больше месяца. Собственно, Еве недавно исполнился месяц, поэтому да. И сейчас вот у меня будут влоги не беременной Сашки, а молодой мамы. Скажи, что ты делаешь. Слушай. Это что? Гранола. Аккуратно. Присыпал, да? Сегодня у нас влог, поэтому и едим. Все там, Мандрис, мы постоянно так ходим. Это очень удобно, между прочим. То есть сейчас мы где-то едим редко, потому что, ну, мы гуляем с коляской. Прикольнее посидеть в парке, я не могу одну руку открыть, к сожалению. Это каша. Каша с бананом и арахисовой пастой. А здесь вкусняшка, здесь вкусняшка, здесь вкусняшка. Мне кажется, все паста на крышке. Ну, ладно, мне меньше достанется. О, одной рукой открыла. Посмотрите, какая красота. Это банан выки. Смотри. Ты прям хотел это показать, да? Похоже на какие-то эти... Ну, да. Не буду смотреть. На Евины, да? А где твой кофе? А вот он. Держи. Мы экологичные, ребята, берем с собой в этих штучках. Посмотрите, какая у меня она побитая. Зато здесь прикольные блески. Лавли дэй. У тебя сегодня лавли дэй? Что же тебе нужно снять, как я перемешиваю гранулу и все? Почему? Просто прикольно. Кашу будет тяжело перемешать, особенно одной рукой, поэтому я убираю камеру. Пупсик, ты спишь? Пупсик спит. Я снимаю. У меня что, молчать? Нет. Достань водичку, пожалуйста. Ну, как бы красиво на съемку. Ты что постоянно говоришь? Так, как будто что-то отличается. Съемка и жизнь. Покажи наши бутылочки, кстати. У нас одинаковые, смотрите, бутылочки. У меня розовый, Денис потом заплагиатил и взял такую же себе черную. Покажи, как она открывается классно. Вот. И пьешь. Удобно. Я ее всегда рядом с кроватью держу, и когда ночью пью, я пью из нее. Классно. Ну, в общем, удобно пить. Мы больше не ставим себе стаканы с водой, потому что это не очень удобно. В итоге у меня такая бутылка выпивается за всю ночь, кстати говоря. Мы милашки? Конечно. Вы вместе, каждая в два раза милее, чем поделимся. Математика. Мы с Евой хотим вам кое-что рассказать. Это потрясающая новость того, что у нас запускается второй бьюти-бокс. Точнее, это не бокс, это будет бэг, то есть сумка. Там безумно крутой состав. Прям вот все летние мастхэвы и любимчики мои. И все. Мы сейчас придем домой после прогулки. Я вам покажу какие-нибудь уже средства, что-нибудь такое эксклюзивное из составчика. То, как выглядит сама сумочка, потому что она безумно стильная. Ты что, такая грустная? Я только начала снимать. Смотри, как она погрустнила. Девочки, сейчас я вам покажу кое-что просто невероятное. Та-да-дам! Это та самая бьюти-сумочка, которую мы разрабатывали вместе с компанией Royal Samples последние полгода. Конечно же, это не просто сумочка. Это сумочка с наполнением, с безумно крутой косметикой. Смотрите, как прикольно, что здесь есть вот эта вот утяжка, потому что ничего у вас не выпадет. Никто не украдет ничего. И внутри еще есть кармашек. А вообще в сумочку поместятся какие-то такие мелочи, которые мы всегда берем с собой. Телефон, зарядник, блокнот, что-нибудь перекусить. Ну, в общем, она такая, вы видите, под размер. Раз на прогулки летние. И сейчас я вам немножечко покажу состав. Приоткрою завесу тайны, так сказать. Вы можете наблюдать полный состав. Я обязательно сниму совсем скоро видео с полной распаковкой сумочки. Вот, кстати, она стоит там. Подробно расскажу, что именно лежит в составе, что они из себя представляют и как их использовать. Но уже сейчас вы, в принципе, можете видеть все, что будет участвовать. Уже участвует, вообще-то, в моей бьюти-сумочке. Субтитры сделал DimaTorzok Переоделись. Я Еве сделала массажик. Мы покушали. Ну, Ева покушала. Я хочу сейчас рассказать о том, почему у нас лежит фен в детской кроватке. На самом деле, очень интересная история просто для всех. А особенно для молодых родителей и будущих родителей. Да и вообще. Не, мне кажется, для всех все-таки. Мы прочитали с Денисом книгу на девятом месяце беременности моей. Книга Харви Карпа. Которая, по-моему, стоит 100 с чем-то рублей. Вот в таком вот мягком издании. Или 200 рублей. Ну, в общем, очень дешевая книга. Причем, сравнить здесь достаточно. Книга называется «Искусство успокаивать детей». И это просто шок. В общем, автор предполагает и доказывает, что первые три месяца ребенка – это недостающий четвертый триместр беременности. То есть, вы знаете, да, что беременность делится на три триместра. Кстати, я не сняла видео о своем втором и третьем триместре. Интересно, это вам еще актуально или нет? А то я начала немножко серию и не закончила. Ответьте, пожалуйста, вот здесь. Нужно доснимать или нет? И автор говорит, что когда ребенок рождается, он настолько еще не подготовлен к жизни на земле, настолько он еще даже не ребенок, а плод, можно назвать. То есть, он как зародыш. И вот эти первые три месяца ему нужно воссоздавать условия матки. То есть, те условия, в которых он находился 9 месяцев. Ну, не то, чтобы всегда прямо создавать эти условия, но именно когда он беспокоится, когда нервничает, чтобы его успокоить. Наверное, все слышали такое явление, как колики. До сих пор это непонятная науке вещь. То есть, никто не может точно сказать, что это и от чего это. Кто-то говорит из педиатров, что это боль в животе. Кто-то говорит, что это реакция на грудное молоко. Кто-то говорит, что это просто панические атаки ребенка. То есть, это такая маленькая паника. Но вообще все говорят, что просто это время надо перетерпеть. Три месяца первых. Харви Карп, автор книги, доказывает, что это никакие не боли 100%. То есть, ребенок ревет, плачет. Это реально истошный плач. Если вы услышите, вы испугаетесь. И вам захочется его очень сильно пожалеть, потрясти, что-нибудь с ним скорее сделать, чтобы он успокоился. Этот истошный плач вызван как раз-таки не до конца сформировавшейся нервной системы ребенка. И как раз-таки ближе к 3 месяцам это проходит. То есть, вот он объясняет эти колики как не какое-то явление болезненное, а именно как недостающий третий триместр малыша. Потому что его способы, казалось бы, очень удивительные. Она вечно разговаривает с кем-то по телефону. Вот серьезно. У нее это любимый способ для сна, для всего. Просто, алло, алло, мам, как дела? Нормально, Ева, как у тебя? Да, хорошо, вот видео записываю. В общем, все способы, а их 5, которые предлагает автор, успокаивают ребенка за 3 секунды. Ну, может быть, за 5. Ну, самых беспокойных за 10. Все эти способы основаны на том, чтобы воссоздать условия матки для ребенка. То есть, смотрите, первое это пеленание. Почему пеленание? Пеленание, знаете, да, это когда туго пеленочкой пеленают ребенка, чтобы он вот так вот прям как солдатик лежал. Потому что вот в такой одежде, например, да, привет, Ева, скажу здрасте. В такой одежде они себя пугают. У них пока что нет координации нормальной. Они не понимают, что они вот подняли руку, и это их рука, например. Они могут себя спокойно напугать из-за этого. То есть, они могут заснуть, вот так дернуть, открыть глаза, увидеть руку, испугаться, что это такое, и заплакать. А потом плакать от того, что они плачут, понимаете, да? И вот чтобы такого не было, первый способ, это не то, чтобы способ, который сразу успокоит ребенка, но это такой предпункт, который лучше всего сделать, и тогда остальные пункты сработают намного лучше. Это пеленание такое, да? Потому что почему? Потому что когда она была у меня в животике, ей было очень тесно. То есть, она очень плотно сидела, очень сжата. Повсюду было какое-то прикосновение. И вот когда они оказываются в условиях жизни на земле, они очень свободны, мир большой, они его... Ты улыбаешься? Ты улыбаешься? Ты же моя крошка. Они к этому миру не готовы, они даже видят всего лишь пока что на 30 сантиметров, понимаете? А мир огромный, и нету каких-то рамок, нету какого-то тесного, уютного гнездышка. И поэтому, когда они начинают плакать вот так вот, пеленание это то, что запускает успокоительный рефлекс. Следующий пункт это то, что успокаивает Еву вообще всегда, это поворот на животик. Спать на животе, если что, категорически запрещено, это повышает риск внезапной смерти младенца. То есть, на животе до трех месяцев вообще не рекомендуется укладывать ребенка спать. Но чтобы его успокоить, и пока вот он водорствует, пока он плачет, мы переворачиваем Еву прямо на животик. Она у нас, знаете, висит как на веточке, на вот этой руке. И ножки, ручки свисают. Следующий момент это просто открытие для всех. Это громкий шум. Вот как мы обычно привыкли, ребенок уснул, нужно тихо вокруг него ходить, громко не разговаривать, дверью не хлопать. На самом деле, это полная фигня, и чем громче, тем лучше. Особенно, если приучаешь это с младенчества. Потому что, когда ребенок был в животике, вокруг было очень громко. Все органы что-то делают, они работают. Кровь течет по венам. Вы только представьте, что шум, который был внутри живота, громче, чем шум пылесоса. И что наоборот, как раз таки, они вот в этом нашем тихом мире, они теряются, как бы для них это что-то новое определенно. Поэтому, когда они начинают плакать истошно, когда они начинают нервничать, переживать, следующее, что нужно делать, это шикать, в смысле шипеть, прямо на ушко. Это может выглядеть немного странно, как будто ты кричишь на ребенка, или как будто ты его заглушаешь, но это реально работает. И чем громче кричит ребенок, тем громче должен шикать ты. И это работает просто вот так. Вот вы бы знали, как это выглядит, когда она начинает плакать. Выглядит так, как будто у нее 100% что-то болит. Вот будто бы у нее животик болит. Она прям так все, знаете, изгибается, сжимается. Только ты переворачиваешь ее на животик и начинаешь шикать, в одну секунду просто. Ну не в одну, может быть в 3 секунды, иногда нужно 10 секунд. И еще там есть, конечно, способы успокоения, но я сейчас не буду как бы об этом целое видео снимать. Я просто хочу сказать о таких парадоксальных вещах, как фен и как наш пылесос Dyson, который очень громко шумит. Как это удивительно, когда бывает вечерами она вот просто заплачет, непонятно почему. Вроде сытая, подгузник чистый, все хорошо. И успокаивает просто включение фена, понимаете? Вот прям в одну секунду. Денис пару вечеров ходил и пылесосил вместе с Dyson. Там такой шум, что как бы удивительно, что ребенок от этого спит. И она расслабляется, уходит в сон. Это такой шок. Дети, я вам покажу мою тайную комнату. Смотрите, какой у меня есть уголок. Я пока что не могу сказать, что именно я здесь снимаю, потому что это такой сюрприз для вас. Но хочу сказать, что я снимаю это уже более 25 дней. И еще впереди немало работы. Хотела сказать, что скоро вы все узнаете, но не совсем уж скоро, конечно. Но, тем не менее, хотела показать вам небольшой кусочек моего творчества. Здесь такой розовый фон в горошек. Еще у меня есть голубой фон, который стоит вот на таких балках. Занимает полкомнаты просто. Но это того стоит. Девочки, я тут не снимала. Наверное, часа три ко мне приезжала подруга. Посмотрите, какую красоту она нам привезла в честь месяца Евы. Это одни из самых моих любимых цветов. Гортензия. Я помню, когда мы были на Азорских островах, я просто фанатела от этих цветов. И она нам навезла просто целый стол подарков. Но давайте это все покажу чуть-чуть попозже. Мы сейчас будем с вами делать ужин. И вот пока он будет запекаться в духовке, я вам покажу вот это вот все. Тут очень много интересного. А вот и наш ужин. Сейчас действительно я очень ценю время. Ценю быстрые какие-то простые рецепты. И для сегодняшнего ужина нам понадобятся стейки красной рыбы. У меня это сегодня семга. Мы их будем делать в духовке. Для них просто самый простой, быстрейший маринад в виде лимона, соли и перца. А также чуть-чуть оливкового масла. Вот кисточка для него, собственно. А к рыбке я хочу сделать кабачки. Тоже очень быстро, очень просто. На сковородке, прямо с кожурой. Просто колечками. И я просто делаю такую лодочку из фольги. Закрываю ее сверху, чтобы сохранился сок и рыбка осталась сочной. Я положила оба стейка вот в такую форму. И духовку поставила разогреваться до 200 градусов. При 200 градусах она должна будет запекаться минут 25. А пока мы с вами сделаем кабачок. И вот такими вот колечками я порезала кабачок. Прямо с кожурой, как вы видите. Но это такой молодой кабачок. У него на самом деле очень нежная кожура. И вообще я недавно осознала, что можно есть кабачок прям вот таким сырым. И он тоже очень вкусный. Я прям, знаете, грызу его. Вот так. Очень вкусно. Я поставила разогреваться в сковородку. Сейчас налью сюда немножко оливкового масла. И немножечко притушу кабачки. Такой лайфхак вам. Чтобы размазать, используйте то, что вы жарите. Чтобы не пачкать лишний раз кисточку. И зелень нарежу просто для подачи, для рыбы, для кабачка, хоть для чего. Любим зелень. Как и обещала, пока готовится рыбка, пока готовятся кабачки, не могу не показать то, что нам подарили. Это просто такая милота. Вот это прекрасные звездочки. Это комплект. Это колпачок в виде гномика. Мне кажется, это все, кстати, Еве. Либо уже подойдет, либо совсем скоро будет как раз распашоночка. И пеленка. Причем пеленка, это прям вот находка. Потому что мы искали именно вот такую вот тоненькую, прямоугольную. Не то, чтобы мы не находили. Мы просто по магазину в последнее время очень редко ходим. Поэтому спасибо большое Даше, что сходила в магазин и подарила нам то, что надо. Пока я показывала вам часть подарков, тут уже пора было переворачивать кабачки. Смотрите, какие они аппетитненькие, пожаристые. Быстро очень готовятся, на самом деле. Осталось со второй стороны хорошо еще им подрумяниться. И все. Это вообще нереально теплый и универсальный плед, который вообще как хочешь отстегивается, пристегивается. Можно его вот так вот конвертом на молнии закрыть. Можно просто использовать как плед. И на самом деле это очень незаменимая вещь. Укрыть в кроватке, например, или в коляске. Это подарочки из Таиланда. Даша знает, как я обожаю ксилит и все, что с ним связано. Так что привезла мне две пачки жвачек. Это мыло и оливковое масло такой вот баночки. Она все это еще упаковала. Это подарочки для мамы, то есть для меня. Крем как профилактика растяжек, конечно, мне уже, возможно, это поздновато. Но, возможно, и нет. Здесь написано после родов, тоже можно использовать. А это сыворотка для упругости бюста. Но самая классная штука, девочки, это вот эта коробочка. Сокровище маленькой принцессы. Вы только посмотрите сюда. Я даже не знала, что такое существует. Это наша метрика. Снимочек УЗИ. А посмотрите, что здесь. Это маленькие коробочки. Посмотрите, пупочек. Я думала, это я одна, сумасшедшая мамаша, которая сохранила пупочек, который отпал. Но, походу, нет. Бирка, которую нам дали в роддоме. Зубик первый, но нам это пока рановато. Локон, пустышка и приятные мелочи. Это такая красота. Просто, не передай словами, сплошная нежность. Спустя 20 минут, кстати говоря, я открываю фольгу и отправляю еще на 10-15 минут, чтобы рыбка подрумянилась и доготовилась. А вот и наш ужин. Кабачки, рыба. Я ее прям так в фольге оставила. Мне кажется, так будет удобнее есть. Смотрите, сколько там сока осталось. Это как раз таки благодаря вот такому вот паровому эффекту бани из-за фольги. Приятного аппетита! Я уже в ванной. Мы очень вкусно покушали. Денис сказал, что это самая мягкая рыба, которую он только ел. Мне это уже очень понравилось. Так что, если захотите, приготовьте по этому рецепту. Я уже сняла макияж, сходила в душ и сейчас буду делать маску для лица, которая называется «Глубокое действие». А, абсолютно, питание глубокого действия. Давно не использовала такие маски, которые, знаете, нужно наносить именно на лицо, на все жирненьким слоем и распределять кисточкой. Так что это очень даже удобно, потому что она намного применений. О, боже мой, я так симпатично выгляжу. И пока будет действовать маска, я еще намажусь маслом и сделаю массаж живота. Я вам, в принципе, это показывала в видео про мое восстановление после родов, поэтому, думаю, нет смысла повторяться. Я выгляжу так, как будто я сейчас буду бриться. Надо еще на усики нанести. И все, мы пойдем спать. Еву мы уже искупали. Так что я с вами такая красотка прощаюсь в замечательном виде. Дайте мне знать, как вам понравился этот влог и будете ли вы ждать продолжения. Может быть, я тоже устрою серию влогов молодой мамы. Ну все, я желаю вам спокойной ночи или хорошего дня, если вы смотрите это видео в начале дня. Помните, что я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще красотке. Пока.